Так, друзья, 161-й вебинар начался. Вот. Это Железово, это 31 января. Январь закончился. Так, ну ещё февраль. А там начнётся весеннее обострение. Всех, у кого я про это самое, напоминаю, лучше заказывать сейчас, а не весной, когда вы получите черенки с проснувшимися почками, и потом придётся, или плохая будет переживаемость, или вообще ничего не будет. Это имейте в виду. Так, теперь, это, так сказать, шкорный вопрос. Теперь, нет, это очень важный вопрос. Не опаздывайте с заказами. Теперь, смотрите, перед вами, я вернулся к этой картинке, она была в прошлый раз, но с особой целью. Мне тут очередная мысль пришла в голову. Спешу поделиться с вами. Это, да, это, это самое, это, так, сейчас, это, 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 Благовещенск, это его окрестности, это абрикосы, которые растут сами по себе. Они уже культурнее, чем те, которые в Сихотолийской тайге, так ведь? Вот. Их уже можно считать полукультурными. Это прислал, по-моему, Михаилом зовут, сейчас мне трудно найти будет. А может найду? Это очень важно для меня, потому что страна должна знать, что герои. Вот. На равнине встречаются абрикосы, корневая шейка повреждена, покрыта грибами. Так, где автор? Автора. Автора. Так. Получается Александр Анатольевич, да? Амурская область, Благовещенск. Теперь идём дальше. Смотрите внимательно, о чём я буду говорить. Итак, родилась идея. После того, когда я увидел эти картинки. И у меня в окрестностях Саиногорска тоже есть абрикосы, которые растут, ну, каким-то образом переселились с садов. А растут уже фактически в тайге. Там, где им нравится. Им нравятся вот такие места. Вот. Сейчас ещё раз, вы ещё саму идею я не сказал, но попробуем. Попробуем. Покажите моё письмо на вебинаре, это я просил. Так. Бедная почва, поселённый песок, абрикосы прекрасно растут. Видели? Вот. Ещё одну показываю картинку. Для чего? Объясняю. Вот. Объясняю следующим образом. Итак, вчера смотрел телевизор. То ли программа «Мир», то ли программа «Усадьба». Там, значит, очень бравурное выступление было. Показали. Казалось бы, ну, всё замечательно. Белоруссия. Три огромных, очень серьёзных предприятия. Собирают шишки. Ну, сказать, сотними тысяч – это мало. Гигантское количество шишек с этих самых сосновых. Потом их, естественно, есть технология. Когда их там сушат, они раскрываются. Семена высыпаются. И вот туда каким-то образом вытряхивают. Теперь уже семена отделяют. И получают огромное количество посадочного материала. И показывают огромные плантации сосен. Я, когда езжу, у меня два сопротивляются мозги. Я сейчас поймёте, к чему. Я еду по Транссибу до Москвы. И до самой Москвы везде хвойные леса. Если бы их не вырубать, то они, конечно, и не нужны были. Вот эти вот посадки сотен тысяч саженцев именно сосен. И было сказано, что эти сосны в питомниках растут для замены тех, которые вырубают. То есть огоряются. Я, сколько я жарил, знаю. Всегда одна и та же картина. Стоит тебе забросить огород в наши края. Только сосны сходят. Больше ничего. Только сосны. Причём сходят так быстро, что если бы кто-то захотел их специально посадить, этот способ самопосадки ещё и лучше. И непонятно. Я бы сказал, ну, садите его на здоровье. Ещё денег жалко государственных. И явно государственные предприятия. Садите. Вот. И дело-то не в том. А представь себе, что в нашей стране вот таких вот с бедной почвой миллионы гектаров. А почему бы нам не сосны садить? А? А те же абрикосы. Абрикосы, если бы вся страна бы их ела. Ну, начиная с таких полукультурных, а там мы же волшебники. Это растёт в диком виде, а они уже не дикие. Вот. А если ещё наши приложить усилия, то есть представим себе государственные предприятия, уже не в Беларуси. А ещё и в Беларуси, ну, лучше бы когда в стране. В России она побольше, а и площади больше. И вот засадить это всё, и это реально. Потому что стоит им укорениться в этих горах, пригорках этих самых, в холмах этих самых, вот, в сопках. Стоит им укорениться, дальше они сами пойдут. Это мощные, прекрасные деревья, выживающие дел годы. Армения в горах, это самое, Теншань в горах, вот, Сихаталин в горах, вот, ещё, сейчас вспомню, ещё, Тибет в горах. И там они растут в свободном виде. Мы фактически находим новую родину, но она будет настолько хороша, что мы все будем иметь закатки, соки, компоты, варенье, урюки, или как он там называется. Вот, и у нас, возможно, исчезнут опухолевые болезни. Нужен первый государственный шаг. Ну, кто-то из нас в школе посадил, с Кугоря Антонина, привет, посадила в школе, да, молодец, умница, наши с ней абрикосы. Вот, наши возможности исчерпаны, в том плане. Дальше, кто-то, я ему выслал, кому-то побольше, кому-то дешевле, появилось несколько аллей. Это не один процент в стране, это ноль, 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 ноль от одного процента. Вот, нужна государственная программа, засадите абрикосами. Для начала, я вам рассказывал, у меня максимум было 24 банки трехлитровых вот этих мелких абрикосов. Вот, а я один такой, что ли? И вот, получается, нужна государственная программа. А мы бы это, как это выглядит, я расскажу попозже, потому что у нас прервалась связь времен. Все, высказал вот эту идею. Я знаю, она пойдет пустое. Вот. Я, когда Юрий Владимирович, мой брат, будет разбивать на части этот самый, вот он длинный, сильно, вебинар, Так, вот, он эту сейчас, я попрошу назвать, Железов, мечтать тебе вредно. Вот, и все, относитесь к этому с юмором. Ну, посмейтесь. Вот. Вся гигантская система работает в холостую, я вам докажу. Вообще. Киев только импульс нужен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.